На встречу с энергетиками глава города прибыл в приподнятом настроении. Оно и неудивительно. Прошедшие Олимпийские и Паралимпийские игры признаны лучшими за всю историю. И безаварийное электроснабжение – неотъемлемая составляющая этого успеха. Те, кто будет потом смотреть историю, они будут знать героев. И мы с вами гордимся тем, что мы стали частицей этого всемирного события. Это событие, которое сделало нашу страну великой державой, великой страной. Благодаря программе строительства и реконструкции Олимпийских объектов энергетики фактически создали новую электросетевую инфраструктуру Сочи, построив и модернизировав в городе 68 крупных энергообъектов. Проложили более 1100 километров линии электропередач. Реализация этих проектов позволила более чем в два раза увеличить суммарную трансформаторную мощность подстанции. Впервые в истории Сочи стал независимым с точки зрения электроснабжения регионом собственной автоматической энергосистемы. Всего за один только 2013 год силами специалистов группы компаний Россети, приглашенных в Сочи со всей страны, выполнен пятилетний план по ремонту городской распределительной сети. Между тем, когда проект только появился на бумаге, специалисты в один голос говорили о невозможности его реализации. Я, честно говоря, тоже очень сильно тогда запереживал. Думаю, специалисты об этом говорят. Но реально тогда понимал и другое. Если мы сейчас не сделаем, то не сделаем никогда. Но сделали. Сегодня, принимая слова благодарности от городской администрации, энергетики не без гордости могут сказать невозможное возможно. Тот объем работы, который был сделан, он колоссальный. Она проведена совместно с администрацией города Сочи. Конечно, бывало разное, бывало многое. Нас ругали, мы ругались. Но в конечном итоге вы видите, к чему это привело. Это привело к тому, что мы смогли, мы сделали. Кроме парадной части встречи была и рабочая. Анатолию Пахомову показали единую диспетчерскую сочинских электросетей, снабженную современной интерактивной мнемосхемой. Это схема всего города. По нему диспетчер виден моментально. Не надо звонить абонентам о том, что что-то отключилось. Вот они под напряжением, что находятся. Сейчас реально, что весь город, нет ни одной линии, которая отключена. И так теперь должно быть всегда, подчеркнул глава города. Тем более с технической точки зрения, для этого в Сочи созданы все условия. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.